Привет, мои дорогие друзья и студенты! Меня зовут Вероника, и сегодня мы будем гулять по музею-заповеднику Царицыно. Спасибо всем тем, кто уже поддерживает мой канал, и огромное спасибо всем тем, кто решит сделать это, поддержать мой канал, мой образовательный проект после просмотра этого ролика, и поехали! Давайте начнём с истории. Царицыно начали строить в 1776 году по повелению императрицы Екатерины Второй. Там впереди мы видим фигурный мост. Его построил знаменитый русский архитектор Василий Баженов. Мы видим два основных материала, которые так характерны для всего Царицыно. Это красный кирпич и белый камень. Мост начали возводить в 1776 году. Этот мост прекрасно сохранился, его не разбирали. здесь очень легко почувствовать себя в 18 веке. Это настоящая старина. И вот мы спускаемся с моста и видим жемчужину всего дворцового паркового ансамбля. Это Большой дворец. Идём по аллее. Здесь растут старые липы. Итак, дворец начали строить в 1786 году. Сначала проектом занимался архитектор Василий Баженов, но императрица приехала, посмотрела, осталась недовольна его работой, так что пришлось всё безжалостно снести и продолжил работу уже ученик Василия Баженова, которого звали Матвей Казаков. Думаю, что многим, особенно европейцам, этот стиль напоминает готику. И, в принципе, все, кто подумал так, будут в чём-то правы. Это так называемая псевдоготика с элементами классицизма. И, конечно, русский архитектурный стиль здесь тоже угадывается. Вы видите, что здесь невероятно красиво, поэтому Царицыно является одним из самых популярных мест для проведения свадеб или свадебных фотосессий. Здесь, кстати, всегда играет как-то. какая-то классическая или инструментальная музыка. Это очень приятно и ненавязчиво. И впереди вы видите тот самый фигурный мост. Лично мне он напоминает какую-то старинную неприступную крепость. И выглядит, конечно, просто потрясающе. Тем временем в Москве наконец-то наступило такое долгожданное лето. В 2005 году большой царицинский дворец, который мы сейчас видим, реставрировали. Это был долгий сложный процесс. Вот он старинный заборчик и маленькие аккуратные ворота. И напуганный, крякающий представитель фауны. Утка. Честно говоря, я не знаю, как называется это дерево. Мне кажется, это какой-то сорт яблони или сливы. Если вы в курсе, что это такое, дайте мне знать. Я бы хотела посадить такое красивое дерево у себя на даче. Здесь тоже живет очень много белок. Я бы хотела посадить. Царицыно – это не только дворцы и красивые мосты. Царицыно – это тоже про природу. Посмотрите, какой красивый лесопарк здесь. Мы видим аккуратные чистые дорожки, много лавочек и огромное количество таких прекрасных деревьев и кустов. Иногда даже трудно поверить, что вы все еще в Москве. Так здесь тихо и спокойно. Поют зяблики. Можно и спортом позаниматься. Пишите в комментариях, нравится ли вам царицыно и что именно вам пришлось по душе. Я обошла большой дворец и сейчас мы пойдем к нему с другой стороны. На этой огромной лужайке всегда очень много отдыхающих. Ну, я их, конечно, понимаю, потому что лежать на траве и созерцать такую красоту – это прекрасно. Прекрасно. Историки пишут, что в конце 18 века крышу покрасили почему-то в черный цвет. И поэтому дворец выглядел как-то очень мрачно. Поэтому во время реставрации решили не повторять старые ошибки и уже выбрали вот такой нежно-зеленый, я бы сказала, даже мятный оттенок для крыши. Справа здание поменьше – это хлебный дом. Здесь были кухни и всякие хозяйственные постройки. Здесь в Book Book Box 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 Под дубом ходят три белых голубя. Предполагаю, что эти три товарища сбежали с чьей-то свадьбы. По всему парку цветут маргаритки. Придает особенный шарм. Белые, розовые, малиновые маргаритки. Царицынские пруды не только красивы, но также они являются домом для многих водоплавающих птиц, для уток и угарей в частности. Продолжение следует... Покажу вам пруд поближе. Здесь можно покататься на лодках или арендовать катамаран. Круто, правда? Это большой мост через овраг. До чего же красивый, яркий и необычный декор. Здесь летает много дроздов и скворцов. Сейчас немного приближу, чтобы было лучше видно этот невероятный узор. Я поднялась на мост и удивилась, потому что он достаточно широкий. Это оперный дом. Просто удивительно красивое здание. Вы только взгляните, сколько деталей. Вот замок. Видите, какой замок? Огромный, да? Да. Вот какой зацеп. Прямо перед нами старинные виноградные ворота. Сейчас мы к ним подойдем поближе и внимательно рассмотрим. Спасибо за просмотр и поддержку моего канала. Я очень рада, что вам нравятся мои видео и увидимся скоро. Пока-пока, до новых встреч!